Школа Платвы Большинство начинающих играть в этот мод бросают его, ведь для них это несравнимо сложно. Я бы даже мог сравнить его с первым погружением в мир Дарк Соулса, когда смерть для тебя становится не чем-то из ряда вон выходящим, а обычной сопровождающей игры. Около 150 моих смертей тому подтверждение. Впрочем и для Школы Платвы есть свои лайфхаки. Сегодня я расскажу вам как лучше всего играть в лучшую хардкорную модификацию для Ведьмак 3 Школа Платвы. Поехали! Но перед тем как я упрощу ваше прохождение Школы Платвы, хочу посоветовать вам канал Эликсира, моего коллеги по цеху Ютуба и Школы Волка. Очень качественно и самое главное еженедельно по расписанию рассказывающего о всех персонажах вселенной Ведьмака. Я концентрируюсь именно на истории, характере, влиянии этих персонажей на мир и сюжет как игр, так и книжной серии. Подписывайтесь на Эликсира и узнавайте больше о персонажах из вселенной. Первая ссылка в описании. Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Первым делом я хочу сказать спасибо всем тем, кто делал эту модификацию. Кто компилировал и оптимизировал ту кучу модов, которые входят в Школу Платвы. А также тем, кто изначально занимался созданием этих модификаций. Спасибо вам ребята большое за новые впечатления. Модификация действительно дарит новые эмоции. А чтобы она не дарила вам только плохие эмоции, бесконечные смерти и разбитые в дребезги геймпады и клавиатуры, ее необходимо проходить с умом, опираясь на знания своих предыдущих прохождений и особенностей самого мода. В свое время я уже делал обзор на то, как начинать играть в Ведьмак 3. Ссылочку на это видео я тоже оставлю в описании. Но в том видео в части советов просто не было необходимости. Ведь как мы знаем, сама по себе игра в Ведьмак 3 даже на максимальной сложности была чрезвычайно легкой. Теперь же проблем со сложностью нет. И мои советы начинают играть новыми красками. Особенно если учитывать две очень важные особенности модификации. Это конечно же отсутствие ограничения на уровень надеваемой экипировки. И активацию всех выученных навыков вне зависимости от панели активных скиллов. Но начнем с азов. Во-первых, убивайте и лутайте все, что вы видите и все, до чего сможете добраться. Таким образом вы сможете накопить необходимый на крафт капитал. А крафт тут ну очень дорогой. Вы также сможете найти необходимые на крафт высокоуровневых предметов материалы. А также эти самые рецепты, по которым вы будете крафтить высокоуровневые предметы. Не забывайте лутать травки, которые теперь всегда необходимы для ручного крафта. А также убивать по возможности монстров. Ведь теперь нам требуются новые особые ингредиенты для крафта, которые не так-то просто найти. Во-вторых, забейте на прохождение игры. Вот вам мой совет. Если вы пойдете по сюжету, вас будут убивать. Теперь уровень и крутость вашего снаряжения это ваша единственная возможность выжить. Я так-то попробовал конечно пойти по сюжету, а потом целый час не мог убить трех гребаных собак. Кто был на стриме помнит, как нам это в итоге тяжело далось. Ваша первая цель это очки умений из мест силы. Зачищайте белый сад полностью. И вперед по всем местам силы Велена и Новиграда за очками навыков. Собрали на континенте, копите тысячу крон, если у вас их еще нет. И вперед на острова Скеллиги. Кстати, Скеллиги это стратегическое для нас место. На него нам нужно попасть как можно раньше. Почти все места силы, если они не по основным или сайдквестам, можно взять без битв. А потому вперед и с песней. Не забывайте по пути лутаться. Деньги и ресурсы нам обязательно понадобятся. Как только выполнили первый пункт, взяли все места силы и разжились очками навыков, пора приступать ко второму. Высокоуровневое снаряжение. Как вы помните, в данной модификации нет ограничения на уровень шмоток. А значит можно на первом уровне носить шмот 50-го. И вот тут вот нам на помощь приходят торговцы со Скеллиги. Ведь фактически любой обычный игрок видит, что путь на Скеллиги лежит только после виленских ведьм и драматического грабежа с лютиком в Новиграде. А потому и торговцам разработчики изначально заложили товар уровня повыше. Проходим Скеллигское вступление в Кайртрольды, получаем доступ к местному оружейнику и броннику и закупаемся необходимыми рецептами. Лично мне посчастливилось урвать мечики 40-го уровня, находясь на 10-м. Правда для крафта этих мечей мне потребовался мастер оружейник, а значит пришлось выполнять квест Хатори, но оно явно того стоило. В итоге врагов я убивать с одного удара конечно же не стал. Страшно представить каково было бы биться с обычным снаряжением 10-го уровня. Но и проблемы с убийством испытывать перестал, осталось только броню скрафтить и перестать умирать с одного удара от монстров. Если же у вас есть проблемы со Скеллигой или выполнением квеста в Хатори, можете добавить в свой путь перевалочный пункт в виде Новиграда или Аксенфурта и закупиться перед этим рецептами и снаряжением там. Именно так я на самом деле и поступил. При этом бездумно блуждать по вопросам я сильно не советую, так как снаряжение в этих местах обычно немного ниже нас по уровню, а значит оно нам точно ничего интересного не даст. Знаки вопросов необходимо зачищать только при необходимости увеличения капитала. И чем на более высоком уровне вы его посетите, тем более ценная и дорогая награда вас там будет ждать. Ну и в третьих, теперь-то вы можете свободно пойти по сюжету. Причем начинать можете хоть со Скеллиги. Или, например, пройтись по квестам в поисках лучшего ведьмачьего снаряжения, ведь у вас сейчас достаточно мощная экипировка, чтобы уничтожить любого охранника, даже самых реликтовых вещичек. Что же касается прокачки, то тут все достаточно просто. На момент окончания лутания Скеллиги и крафта снаряжения ваш уровень будет около 10-го, плюс 22 места силы, которые вы посетите, итого 33 очка умений. Первым делом необходимо прокачать желтые навыки. Сосредоточенность, выброс адреналина и управление гневом для более частого и эффективного применения знаков. Именно они в первой половине игры будут тащить. А накладывание квена за счет адреналина так и вовсе обязательно для выживания. Далее, нам необходимы лакомка, инстинкт выживания и солнце и звезды. Лакомка дает нам 20-минутное восстановление хп от еды. Вкупе с отсутствием ласточки, улучшенной едой и навыком солнце и звезды, это будет давать нам достаточно быстрый реген здоровья. Инстинкт выживания, который теперь дает нам 2000, а не 500 единиц хп, что учитывая отсутствие необходимости вынесения данного навыка на панель активных скиллов, делает его мастхевным. Для повышения выработки адреналина можно взять навык «Лучшая атака – нападение». Техники ведьмачьих школ можете пока не брать, ибо на начальном этапе игры, в поисках более высокого показателя брони и сопротивления, вы будете носить все, что попадется под руку. Лично я вкачал техники школы кота, а мой текущий сет состоит полностью из средних доспехов. Одну очку навыков вы никуда. Обратите внимание, что навык «Сильная спина» добавляет 60 единиц веса, но не вам, а сидельным сумкам платвы. Остальные желтые навыки по желанию. В принципе вы можете вкачать их все, но позже. Сейчас нам необходима магия. Первым делом качаем обман, это первая форма акси, необходимая для диалогов и очень полезная в бою. Потом сила глифов в Ирдене, который даже в обычной игре на начальных этапах просто нагибала. И кстати, есть ощущение, что в модификации школы платвы его существенно усилили, причем не только размером действия. Потом навык «Перезарядка Квена», который теперь при полной прокачке с 30% шансом позволяет Квену перезарядиться. Три синих навыков качали. Вставляем на панель и запитываем синим мутагеном. Теперь же нам необходимо усилить наше фехтование. Тут тоже все по классике. Качаем либо линейку легких, либо линейку тяжелых ударов, которые кстати усилили в модификации. Попутно прокачивая решительность, легкость ног, бессмертие, которое теперь работает и без адреналина, и лезвие бритвы. На 10 уровне у нас будет открыто еще 3 ячейки, которые мы заполняем соответственно красными навыками и красным мутагеном для усиления атаки. А дальше и того проще. Качайте мощь Ирдена, мощь Аксии, и как только откроются новые скиллы, выбирайте один из них. Принцип действия у них у всех примерно идентичный. Или заморозка у Арда, или ускорение реакции Геральта у Ирдена, или ошеломление всех у Аксии. Я бы взял сосредоточенность Ирдена, ибо заморозка и оглушение могут не действовать на некоторых врагов. Три навыков, три ячейки и запитываем синим мутагеном. Аналогично и с линейкой фехтования. Докачиваем линейку быстрых или мощных ударов до апофеоза и наслаждаемся Геральтом, который всех нагибает. Лично я пока что не рассматриваю линейку Алхимии, так как для ее активации необходимы бомбы, масла и эликсиры, которых на текущий момент ну очень мало, и я не уверен, что это изменится дальше. Вот впрочем и все. Теперь вы готовы к началу странствий по реке приключений под названием Школа Платвы. Не забывайте, что чтобы распределить навыки, активировать мутагены или сварить зелье, вам обязательно необходимо перейти в меню концентрированной медитации у ближайшего готового костра или сделать его самому с помощью деревяшки. Делается это зажатием английской клавиши N или русской T. И не забывайте скидывать в платву весь свой скраб. Для этого нужно подойти к ней и нажать английскую U, ну или русскую G. Кстати, уникальные убердобивания, насколько я знаю, активируются тоже какой-то спецклавишей, но какой именно я пока не знаю. Если вам понравилось видео, то ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте включить уведомления колокольчиком. Если у вас есть советы как улучшить или даже упростить игру Ведьмак 3 с модификацией Школа Платвы, то делитесь своим мнением или теориями в комментариях. Увидимся в следующем ролике, а пока на этом всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok